Привет, друзья! С вами Дина и канал Коллекция Рецептов. О специях и пряностях ходят легенды. И в прошлом видео я делилась с вами рецептом адыгейской соли, ссылочку оставлю в описании под видео. А сегодня у меня еще один легендарный рецепт кавказской, а точнее грузинской кухни – сванская соль. Ее родина – высокогорная Сванетия, красивейший регион Грузии, где эту соль готовят впрок, как и аджику. И что примечательно, в каждой семье она готовится по-разному. Это даже не соль в привычном понимании, а уникальная по вкусу и аромату сочетание соленых, острых и пряных компонентов. Сванская соль – самая знаменитая, универсальная, 100% натуральная приправа, состоящая из соли, чеснока, трав и пряностей. С ее добавлением готовят большинство блюд в Грузии. Измельчаем 150 граммов чеснока любым способом, как можно мельче, практически в пасту. Используйте для этого мясорубку, блендер, чесночный пресс, терку или ступку. Мне удобно это делать в блендере, постепенно добавляя соль. Всего ее понадобится 500 граммов. Соль желательно брать чистую, среднего помола, ни в коем случае не мелкую. Выкладываем растертый чеснок в любую плоскую посуду. Всыпаем всю оставшуюся соль и хорошо смешиваем. На этом этапе получается довольно влажная чесночная соль. Добавляем 50 граммов молотого кориандра, 50 граммов уцхасунели, он же голубой пажитник или пажитник. Друзья, напишите, как правильно. 40 граммов молотых семян тмина, 30 граммов красного острого перца, 15 граммов эмеретинского шафрана, это высушенные измельченные цветки бархатцев, не путайте их с куркумой, и 10 граммов молотых семян укропа или фенхеля. Теперь все очень тщательно смешиваем, как бы растирая все компоненты между собой, чтобы кристаллы соли пропитались вкусами и ароматами пряностей. Конечно, в состав настоящей сванской соли должен входить еще один компонент – гицрули, близкий родственник тмина или фенхеля, однако достать его практически невозможно, поскольку эта трава растет исключительно на горных склонах сванетии. В результате должна получиться слегка влажная смесь с гармоничным букетом вкуса и аромата. Если есть желание, ее можно оставить и в таком виде, и не подсушивать. Большое количество соли выступает в роли консерванта и не позволяет чесноку испортиться. И все же я предпочитаю соль подсушить и хранить в баночках в кухонном шкафу. Наряду с вялеными помидорами, сливами, перцем, такие ароматные соли, как адыгейская или сванская – это прекрасная идея для подарка. Пока сезон, сделать эти чудесные заготовки, разложите их в красивые маленькие баночки, и презент для родных и близких к Новому году или Рождеству вам обеспечен. Уверена, никто не откажется от такого вкусного, оригинального и очень ароматного подарка, приготовленного своими руками. Высыпаем влажную соль на противень, застеленный бумагой, распределяем и подсушиваем в духовке при температуре 50-60 градусов до сухого состояния. На это уходит примерно час-полтора. В процессе сушки один-два раза ее перемешиваем для более быстрого и равномерного высыхания. В этот момент по дому разносится такой чудесный аромат, как на грузинском рынке. Сухую соль всыпаем в баночки с плотной крышкой и храним в кухонном шкафу. Сванская соль идеально подходит для приготовления блюд из мяса, фарша, рыбы, птицы, картофеля, лобио, баклажанов, помидоров, огурцов и других овощей. Овощного рагу в качестве основы для маринадов, заправки салатов и закусок, добавки в супы и соусы. Достаточно смешать сметану со сванской солью и соус к мясу и овощам – готов. А еще попробуйте добавить эту пряную соль в оливковое масло и замариновать овощи. Вы будете в восторге от вкуса и аромата, ведь сванская соль – это и есть вкус и аромат настоящей Грузии. Готовьте на радость! Приятного всем аппетита! Друзья, очень надеюсь, что этот рецепт не останется без внимания и вы обязательно им воспользуетесь. Кому понравилось, не забудьте оценить наш труд и непременно подписывайтесь на канал «Коллекция рецептов». С вами была Дина. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!